всем привет с вами александр стреченко вы как всегда на моем youtube канале и мы сегодня снимаем ролик на заведение вы не поверите шашлык а почему за снимаем ролик от шашлык потому что ролик перед этим посмотрите уже вышел интересный ролик вышел шашлык мы заходили в заведение на заведении на вера было написано написано мясо здесь заходим похоже все надо шашлык берем блюда разные другие кстати блюдо не такие как надо шашлык набрали и узнать что-то заведение называется шашлык что странно но чуть-чуть по-другому конечно выглядит мы снимать его не будем но здесь есть шашлык заведение от шашлык посмотрите ролик там не было шашлыка здесь работает мангал и мангальчик тут за стеклом прям видно тут жар идет на мангале делают шашлыки люля кебаб и мы взяли кусочек шашлыка чтобы вам показать заведение адэ шашлык опять же шашлык в этом заведении есть это вторая . адэ шашлык давайте посмотрим что мы взять взяли мы компот такой стаканчик компота так вот он выглядит взяли мы наполеон наполеон такой коробочке стаканчики пластиковым ставим шашлык куриный вот кусочек шашлык куриный вот он только только с мангала кусочек взяли мы перец перец на гриле взяли мы и взяли мы запеканку с мясом и кабачками вот такой кусочек запеканки а также мы взяли мы уже говорили салат такой вот салат давайте пройдемся по ценам компот такой 12 гривен так сама в так заведении адэ шашлык наполеон стоит у нас 37 гривен вот такой в коробочке холодном в холодильнике стоял холодный наполеон попробуем его шашлык куриный кусочек 25 гривен сушлык куриный перец 36 гривен за вот такой перец я считаю что это дорого для этого перца просто для одного перца на гриле 36 гривен и кабачковый пирог с мясом 44 гривен салат по-моему 20 гривен салат взяли салфетки сами взяли здесь зубочистки видим перец соль опять же смотрите ничего мне кажется что-то сахар похоже на сахар вообще ничего не написано ну это по-моему сахар также давайте скажем столики плотно и все нормально тут у нас со столик и удобные сиденья мягкие по сравнению с том с тем с сетевой точкой чуть-чуть по-другому все сделано интерьер но опять же много людей там без не будем поворачивать камеры показывать могли бы конечно классно было показать бы мангал как на мангале делать люди нуля не было мы бы взяли юля пока готовится мы взяли куриный шашлык он реально на мангале на огне делался я лично это видел это очень замечательно что давайте перейдем к блюдам попробуем салат пока мы это от армии возьмем салат что мы здесь видим в этом салате видим грибы видим перец болгарский помидоры и зелень простой такой салатик кстати скажу что перец опять подгрелены на гриле видно черные полоски на гриле это конечно прикольно припеченный перец на гриле давайте попробуем салат возьмем сюда салат попробуем грибы крустят перец чувствуется кинза не люблю кинзу но кинза чувствуется очень хорошо в принципе грибочки вкусные перец печеный дополняет рыбы конечно не сухой потому что есть томаты и кинза это все дополняет хотя кинза мне не нравится по вкусу но это такой салат с кинзой он холодный этот салат в принципе вкусный за такие деньги там гривен двадцать он стоит там порция это не дорого давайте отставим этот салат мы положили все на тарелку чтобы не занимать стол то есть можно верить что-то запеканка кабачковая перец гриль перец гриль запеканка кабачковая потом шашлык это все мы положили на одну тарелочку давайте возьмем запеканочку рассмотрим запеканку просто возьмем и вот так вот сделаем мясо пока не вижу по моему белое мясо давайте попробуем по вкусу по запаху кабачок не соленая не перченая кабачок чувствуется и почему-то вяжет мясо как каша какая-то каша мне не сильно нравится конечно давайте еще раз попробуем вкусная невкусная я бы не взял еще раз эту запеканку мне не нравится эта запеканка да зелень играет безвкусная просто кабачок в кашу или молот с мясом по-моему с курицей и как бы это же не играет ни на рецепторах круто знаю на турек ну говорю как каша просто кушаешь как кашу мне это не понравилось опять же давайте возьмем перец гриль это вот тут ничего необычного нету снимем пленочку этого перца взмем вилочкой я думаю должен быть мягкий перец на гриле но он не сильно мягкий не знаю давайте возьмем две у нас две вилочки возьмем двумой вилкой просто перевернем посмотрим так хорошо подгорелен перец возьмем просто и разорвем перец просто разорвем перец и попробуем кусочек перца очень классный вкус пепла огня он подарили хрустит класс перец класс запеканка конечно нет а вот перец класс его подарили чувствуется с костра взяли на костре раньше может действовали когда-нибудь жарили перец или даже на шутке если вы жарите овощи помидоры даже можно перец и грибы вот перец классный чувствуется запах огня натуральность чувствуется натуральность перец вкусный хотя он не дешевый мы говорили что этот кусочек ну то есть один перец стоит 36 гривен это не дешево я считаю для перца это не мясо перец очень замечательный рекомендую этот перец в заведении а.д. шашлык а также мы вот взяли мясо куриное шашлык куриный мы видели как его делают видели как люля делают и этот шашлык именно на огне и это очень замечательно на натуральный продукт давайте попробуем этот шашлык да запах гриля не гриля запах костра костра все делалось на углях углей зова мягкая курица хорошо замаринована опять вкус костра замечательно просто рекомендую чуть-чуть приперчено по соли все отлично по перцу тоже все отлично по специям опять же мягкий говорю и вкусный он кусочек 25 гривен дал так взять четыре кусочка там просто на естся на 100 гривен это конечно замечательно и опять же самое главное что все делается на мангале на открытом огне то что мы не могу показать тут есть реально за стеклом стоят стоит мональщики для кебаб просто жарит на углях так все видно через стекло тут куча людей просто не пройдет побед час но принципе шашлык вкусный перец шашлык бы я бы взял запеканку нет запеканки нет салату тоже дал давайте попробуем компот компот подается вот такие вот стаканчика ударам 200 компота можно посмотреть темного цвета компот давайте попробуем ой класс очень класс очень классный компот лично лично потом еще и декором и чернослив чуть-чуть дополняет не пойму 3 какой-то ингредиент какой-то сладость дает но компот рекомендую 12 гривен это не дорого для центра днепра находимся мы возле мост сити под мостом адрес не могу сказать но тут вы увидите это заведение там на стеклах этого заведения без соплов борщ мясо там цены на нем стоят но опять же я не видел название адэ шашлык по чему мы сюда и зашли написано мясо здесь потом нужно узнали что это адэ шашлык но опять же это шашлык второй раз мы снимаем можно сказать что это первый обзор но мы взяли другие блюда то есть другими градиентами показали разнообразие кухни адэ шашлык и здесь есть шашлык в том заведении он закончился мы не могли попробовать шашлык в заведении адэ шашлык у нас остался десерт давайте попробуем десерт у нас открываем десерт это у нас наполеон давайте по запаху очень приятный запах крема да очень приятный запах сейчас по вкусу попробуем сухой или не сухой наполеон стоит 37 гривен это не дорого для веса где-то грамм 150 здесь и сейчас мы это все попробуем возьмем салфеточку вытру вилочку для чистоты вкуса вы писали я все читаю комментарии за вилочки броно брать 2 и давайте попробуем наполеон наполеон мягкий хорошая консистенция давайте попробуем нежнейший нежнейший наполеон в меру сладкий крем играет на рецепторах потому что в меру сладкий вот как раз это замечательно просто не приторм наполеон мне такой наполеон нравится он свежий он мягкий и он вкусный реально и цена 37 гривен я вам скажу что для центра днепра это не дорого для наполеона в общем мы можем даже подсчитать у нас что мне не нравится в этом заведении что не давали чек они просто мне сфотографировали на телефоны что я понимал сколько я потратил потратил я за все 195 гривен почти 200 гривен но опять же говорю запеканка не не берите мне не нравится может тут кому-то понравится вот класс это мясо классно на углях и это конечно классный перец запеченный хотя он не дешевый салат по среднем он может 4 это отлично вот эти вот это мясо это мясо этот перец это отлично запеканка нет мне не нравится это даже я скажу что это план я никогда не ставил ценку 2 мне не нравится наполеон это тоже отлично берите наполеон компот вообще маст хэп хоть два стакана хоть три стакана он просто вкусный вкусный капот насыщенную меру сладкий вот такой у нас получается обзор или переобзор на заведение от шашлык который мы не знали даже как он называется пока сюда не пришли не взяли это находится опять же возле мост сити недалеко под мостом и можно найти но не маленькое заведение это город днепр подписывайтесь на канал александра стрельченко ставьте лайки не хотите ставить лайки ставьте пальцы вверх всем пока пока